приветствую всех на канале про астрахань весна набирает обороты сегодня у нас будет такая легкая прогулка посмотрим яркие объекты на улицах астрахани мы сейчас находимся на улице анатолия сергеева это буквально в 300 метрах от кремля да здесь вот такие виды опять же здесь был частный сектор пока все убитые но постепенно здесь возведут скорее всего многоквартирные жилые дома либо бизнес-центры и этот район косы изменится до неузнаваемости первый объект находится по адресу улица на трое сергеевы дом 21 это не совсем граффити это скорее такая реклама но котики настолько милые настолько классные всегда понимает настроение но смотрите какая тут мимимишность вообще если себе наметить маршрут и смотреть и выискивать например для коллекции просто привести яркие фотографии из города из путешествий или просто отправиться на прогулку можно наметить себе маршрут как раз по граффити в историческом центре прогуляется погода сейчас стоит хорошая еще не жарко уже не холодно если еще сухо и почти безветренно просто самое время для прогулок мы сейчас на улице максима горького постоянные зрители канала узнали это место здесь мы гуляли во время проходки по косе вот по адресу улица дантона 6 может быть такой яркий рисунок на воротах видимо здесь бывший моряк живет а мы постепенно выходим на очень оживленную улицу города улица адмиралтейская выходим к кремлю следующие объект следующий интересующий нас арт-объект находится на площади октябрьской здесь кстати находится стена увитая виноградом и в теплое время года здесь конечно красивый вид открывается постепенно выходим на адмиралтейскую виды здесь конечно специфические потому что многие дома буквально находятся в убитом состоянии но это у нас офис лук здесь все все хорошо по адмиралтейской надо снимать отдельное видео возможно это будет из нескольких частей потому что он довольно протяженные но посмотрим в городе уже началась настоящая весна днем плюс 17 по ночам еще довольно таки прохладно но скоро травка зазеленеет и в городе будет гораздо веселее на переднем плане у нас башня красные ворота вдали у нас крымская башня мы с вами постепенно пойдем в сторону площади октябрьской и вот мы на месте здесь у нас остановка общественного транспорта здесь когда-то располагался слева в этом скверике пункт полиции тогда милиции сейчас здесь всевозможные фирмочки вот этого многоквартирного дома не было здесь были купеческие дома но они пришли в негодность и их разрушили на месте построили мкд сразу говорю будьте аккуратны переходите улицы осторожно потому что в астрахани некоторые водители неадекватные бывают неадекватные пешеходы в общем если не хотите чтобы вас размотала по дороге включаем режим совы крутим головой на 360 градусов и не щелкаем клювом я знаю в городе два похожих арт-объекта один здесь один на улице боевой кто автор к сожалению не знаю если кто знает напишите в комментариях здесь у нас такая композиция гора большой богдой озеро баскунчак который находится на самом севере области здесь у нас гора суслики или сурикаты тюльпаны вот почему-то белый медведь белых медведев естественно в астрахани нет вот нашел соль это собственно озеро баскунчак соленые но решили изобразить этого красавца техника исполнения может показаться довольно простой даже мультяшный но в этом есть свое очарование вместо обычных унылых заборов вот такие яркие краски здесь у нас на подписано озеро баскунчак и немножко правее видимо я так понимаю это журавль немножко в неадекватном состоянии как мы видим но в целом вот такая вот красота у нас на площади октябрьской а мы сейчас пойдем чуть дальше по улице адмиралтейской там еще пара интересных арт-объектов следующий объект находится по адресу улица адмиралтейская 41 это граффити уже профессионального художника фамилия а реванш зовут его максим граффити было написано в рамках фестиваля чилим который проводился в астрахани здесь изображено слияние эпох из архитектурных стилей потому что рядом мы видим купеческие дома и современные и сталинский ампир очень все все вместе приятные краски впереди мы видим еще одну интересную работу тоже в таких интересных тонах это дом который находится по адресу адмиралтейской 22 советской милиции 1 красная набережная 12 он такой на три улицы выходит фасадами вот опять же было выполнено граффити в рамках фестиваля стрит арта чилим появилась композиция которая посвящена современным технологиям видны и кадры со спутника и камеры дрона также лицо девушки которая говорит по телефону она видимо работа о том что не нужно зависать в виртуальном мире нужно возвращаться в реальность это работа московской арт-группы зак club там на балконе здесь выставляют такие горшки с цветами с петульями в общем целом яркая работа как раз на пересечении адмиралтейской улице советской милиции и вот мы обошли этот дом со стороны красной набережной по этой части красной набережной уже была прогулка да я помню свои долги сниму оставшиеся части постепенно буду закрывать долги и я помню что нужно доснять косу обязательно все будет ближайшее время вот здесь мысли оглянемся видим известный нам район здесь находится городской загс мы постепенно пойдем к следующему объекту сейчас пока еще нет зеленки так называемой да все еще в таком неприятном виде прибитая пылью здесь находится из плюсов парковка на набережной в центре города парковок мало поэтому это плюс контейнер убитый для мусора здесь такая дорожка ведущая в никуда здесь еще на парковка и о пешеходах не особо позаботились потому что чтобы пройти например грязь всего одна несчастная бетонная плитка ну пойдемте посмотрим зима закончилась вода растаяла и что мы видим все каналы города это такой минус и думаю что в каждом городе есть но острых они особенно конечно же здесь полно мусора помните проходку по красной набережной зимой когда на льду была куча мусора вот это лед растаял и все это оказалось в воде каналы будут чистить но здесь типичная проблема многих набережных города нет достаточно озеленения то есть нет тени нет скамеек и газом не особо-то поливают впереди мы видим дом губина мост влюбленных и кафешки но здесь в стыке улицы кирова до скамье есть даже их под деревьями поставили вот в этой части конечно можно отдохнуть в жару но это довольно небольшой участок такой цивилизации и здесь же находится кафе с видом на воду и вот на пересечении улиц красной набережной и кирова кстати проходка по улице кирова есть на моем канале можете посмотреть здесь даже есть вела парковка опять же скамейки что прекрасно и здесь напротив здания по адресу красной набережной 24 художник сатара нарисовал классную отличную вызывающую опять же хорошее настроение граффити в обла тюлени и пеликан но начнем мы с вот этой влюбленной парочки раков это ведь видите такая история любви вот у них все хорошо и тут сплелись клешнями так сказать опять же мы видим такие синенькие рыбки полупрозрачные в целом и техника да и сами само изображение интересно здесь такая черепаха вы судя по мордочке на немножко такая в себе задумалась далее мы видим опять же волны подводный мир и что мы наблюдаем да мы здесь наблюдаем уже картину которая мелькала во время проходки по красной набережной 2 в обл и она такая отчаявшаяся такая познавшая дзен а вторая такая злобная рыбка который будет бороться за свое выживание ну и поверх красиво граффити уже какие-то дегенераты нарисовали свои каракули да куда же без этого но надеюсь граффити все-таки будут беречь и приведут в порядок здесь мы видим вид на кутун и на парапете также есть рисунки не знаю кто их рисовал возможно это дети возможно художники просто для настроения расписали здесь плитку вырывали но в целом да яркие такие яркие рисунки всегда поднимают настроение подводный мир рыбки цветочки абстракции в целом можно погулять поснимать следующий персонажи этого граффити пеликан который мы видим почти поймал рыбку а значит у него будет нормальный обед и рядом с пеликаном мы наблюдаем где даже что-то типа лотоса и камыша изображено мы наблюдаем двух тюленей каспийское море действительно вводится в тюлени пеликаны вводятся в дельте то есть уже ближе там на взморе раскатах там вот пеликан в самом городе пеликанов конечно же нет мозаикой закрыты все неприличные изображения вот к сожалению мордочку одного из тюлени уже какие-то дегенераторы списали своими каракулями видимо завидуют сами ничего приличного изобразить не могут вот только гадят гадят те объекты которые признаны кстати говоря украшать город никакого уважения к городу никакого уважения к чужому труду далее мы видим что голуби вовсю резвятся весна тепло все радуются теплом солнышком здесь вместо официального плаката краской написали что купаться запрещено умники дописали что купаться в трусах запрещено типа шутка юмора но и видим каналы в печальном состоянии конечно же их уберут но в целом граждане не гадьте где живете лютк а лютк что глянь чё делается до виды астраханских каналов по весне ужасно это так называемые подснежники как шутят местные но картина прямо скажем удручающие если если смотреть поверх вот этого все то вид конечно прекрасен но если смотреть прям на воду местами просто жесть а здесь между прочим в теплое время года будут купаться дети и некоторые здесь ловят рыбу так что имейте ввиду специфические конечно моменты а мы идем дальше следующий арт-объект напротив здания красной набережной 34 на подстанции нанесено графики под названием энергобезопасность сами энергетики возмущались говорят что не надо расписывать подстанции вы закрываете специальные познавательные знаки прекратите в общем в итоге решили что не можешь победить надо возглавить и заказали роспись художником вот такую немножко официальную картину можно наблюдать здесь персонажи насчет мальчик девочка какой-то роботы собачка указывают что нельзя ловить рыбу рядом с линиями электропередач нельзя забираться трансформаторную будку ну и с другой стороны указано что нельзя делать сэлфи вот мы видим хэштег авторов в углу здесь рос сеть юг ну точнее не авторов это просто рос сеть юг кто-то расписал кто знает автор опять же пишите в комментариях вот здесь о том что нельзя делать сэлфи под линиями электропередач иначе вас может перемкнуть вот такие здесь веселые картинки но в любом случае это лучше чем какая-то серая облезлая подстанция мы идем дальше следующий объект это забор городской электростанции который уже не работает который вы купили какие-то граждане здания которые постепенно она настоящий момент является бесхозным к сожалению было много чего много предположений кто-то говорю что здесь будет рестораны кто-то говорит что здесь будет общественное пространство но пока это здание здания и кровоудочного завода к сожалению находится в запустении а здание уникальное здесь мы видим надпись астрахань такой видите забор специфически организован и он на нем было написано астрахань то есть основной фон это арбузы дыни и вот где буквы там кремль на закате так интересно такой прием опять же автора к сожалению не знаю не нашла информации кто знает напишите в комментариях граффити было красиво действительно украшала город пока какой-то дегенерат на своем маркушники не влетел в забор вот так это выглядело до аварии такой осетр симпатичный сейчас часть забора кое-как там восстановили все залепили вот этими ужасные плакатами к сожалению хотя объект был интересным был одним из украшений города если посмотреть наверх можно увидеть год с заговершения строительства 1916 то есть больше 100 лет этому зданию практически больше 100 лет эта станция обеспечила теплом город но сейчас введены новые более технологичные объекта это это здание к сожалению находится в упадочном состоянии надеюсь все-таки найдутся инвесторы и администрации заинтересуются его восстановят мы идем дальше вот так это выглядит в целом то есть когда граффити было в порядке выглядело конечно красиво особенно с противоположного берега а сейчас мы переместимся сквер нефтяников там следующий объект сквер нефтяников чтобы пойти нужно пойти прямо перейти мост и повернуть направо сила монтажа и вот мы уже на месте сейчас будем с вами наблюдать работу художника бакса называется она синий киты но по мне так они скорее серые но пусть будут синие кто мы такие чтобы спорить с художником правильно здесь у нас бочки с нефтью всего здесь изображено три кита на двух из них города это видимо намек на то что на нефтяных китах на нефти держится благополучие астрахани но не бесспорные высказывания прямо скажем хотя да действительно некоторые объекты все-таки нам обеспечивают именно газа и нефтедобытчики многие кстати смеются над местными так называемые парками скверами но сразу скажу в астрахани если 10 деревьев вдоль дороги высажена это уже считается сквером если еще и лавочки и дорожки но вообще цивилизайшн просто вот на среднем ките мы видим нефтью вышки и какой-то домик киты кстати симпатичные да и на том ките на самом большом который находится левее там целый город изображен но впрочем можете все рассмотреть сами и 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 пройдем немножко дальше по улице Коммунистической. Здесь такой красивый лебедь. Точнее, красивая. Видимо, это девушка. Она в таких цацках красивых. В бруликах, можно сказать. Автор девушка Виктория. Это Коммунистическое 38А здание. В целом, работа интересная. По крайней мере, глаза очень выразительные у лебедя получились. А мы с вами продолжим наш путь по улице Коммунистической в сторону театра оперы и балета. О нем поговорим отдельно. Наверное, весной, когда все будет свистеть. Здесь такой, видите, немножко контрастный вид. Домики и большое здание. Вот мы уже подошли поближе. Весной, где-то в апреле, может быть, в мае, когда все будет свистеть и колоситься. Тогда стоит уже подробнее рассказать об этом месте. Здесь у нас Коммунистическое, Анри Барбюса, Новый мост. Вот, сразу скажу, на том месте, где сейчас располагается граффити Новые синие птицы. Вот здесь, под мостом. Раньше, изначально, когда только построили театр, решили, что вот эта зона серая, унылая, должна быть тоже как-то красиво оформлена. Здесь были кролики-журналисты. Ну, или зайцы-журналисты. Было такое в теплых тонах выполнено. Со временем, как видите, здесь довольно-таки активное движение. Все это пришло в негодность. Штука только осыпалась, забилась грязью. И, в общем, решено было обновить граффити. И вот авторы Садовников и Денис Сотк расписали в такой технике. Здесь такие новые синие птицы появились. Не знают, что за породы. То ли зяблики, то ли скворцы. Но, в целом, такие симпатичные птички. Периодически поступают вопросы снять город с виды, с мостов. Да. Скоро планирую сделать. И со старого моста, и с нового моста. Вообще о мостах рассказать. Потому что Астрахань без мостов. Это все-таки дельтовый город. Она невозможна. Обязательно. И все будет в ближайшее время. Здесь у нас транспортная реформа в действии. Новые автобусы. Остановки. Кто-то покатался. Наш военный городок, к сожалению, остался обделенным. Этой роскоши у нас пока что бегают маршрутки. Но, с одной стороны, пусть бегают. По крайней мере, привычные маршруты. Вот, кстати. Именно этот фрагмент чаще всего можно увидеть, когда речь заходит об этом арт-объекте. Вот эти два скворца. Видите, они такие симпатяшки общаются. Монтаж. И мы снова на Коммунистической. На пересечении с Эспланадной. Здесь у нас башня. Все, что осталось от Спаса Преображенского монастыря. Одного из самых крупных в городе. Которым была одна из лучших библиотек, как говорят в свое время. Впрочем, подробнее об этом объекте мы с вами поговорим, когда буду снимать проходку по улице Эспланадной. Бывшая улица Трусова. А пока пойдем к следующему нашему арт-объекту. Он здесь совсем рядышком. Здесь, кстати, целая россыпь граффити поблизости. Впереди находится бывший детский дом творчества. Вот это четырехэтажное здание. Ныне это, по-моему, центр творческого развития называется. О нем поговорим отдельно, потому что у меня уже снята проходка по таким коротким центральным улочкам города. Здесь у нас фонтан свиданий. Справа. Когда запустят фонтаны, это будет ориентировочно конец апреля, начало мая, мы с вами обязательно погуляем по всем объектам города. И вот очередная подстанция и очередная красивая роспись. Здесь видим дети, лотос и такая капелька воды ожившая. Это с одной стороны в таком на арбузном фоне, как видим, такое яркое, поднимает настроение. С другой стороны у нас тоже все про арбузы с этих двух сторон. Здесь у нас дети, а здесь у нас походу торговцы арбузами. Арбузы, кстати, в Астрахани есть и красные, и желтые внутри, так называемые, лунные. Ну а сверху на арбузе видимо торговец, который в сезон нормально так заработал. Красота теперь кайфует. А вот с этой стороны у нас уже не арбузы. Здесь у нас на таком опять же фоне зеленый в полосочку оригами птичка и человеческая рука и замечательный хэштег сохраните природу, берегите природу, она очень хрупкая, иначе она вас всех замочит. Да. Здесь находится концертный зал филармонии. О нем мы поговорим отдельно, когда будем гулять по коротенькой улице молодой гвардии. Здесь у нас сразу две работы. граффити. Вот они видны в кадре. Сейчас подойдем и посмотрим поближе. Ближняя к нам работа, к сожалению, перекрыта автомобилем. Это Коммунистическая 9. Называется это работа перекрестки времен. Тематика как мы видим посвящена Ветхому Завету. что было то и будет, что делалось то и будет делаться и так далее. Шлемы по задумке автора насколько я помню записание символизируют души человеческие, то есть этот круговорот в природе. Здесь кстати говоря монастырь, вот это все территории, как я уже говорил, это был Спасо-Преображенский монастырь. вот автор Кирилл Ведерников подписан. На самих шлемах много разных интересных деталей. В общем, если будет возможность, можно прийти рассмотреть и запечатлеть каждый фрагмент отдельно. Ну и центральная фигура образ творца, который держит ключи от града. фигура соседнее здание по адресу Коммунистической 9А здесь на троце граффити переплетения художник Никита Номерс. Рисунок входит в серию переплетения. Работа этого автора можно встретить во многих городах России от Новосибирска до Петербурга. Такая стильная работа. Не сразу поймешь, что там изображено. В общем, приковывает к себе взгляд и заставляет рассматривать все детали. Ну что ж, друзья, на этом мы с вами будем прощаться. Пишите свои впечатления под видео в комментариях. Возможно, у вас есть любимые работы. Эту серию я буду продолжать. Не сказать, что в городе прям очень много арт-объектов, но их достаточно. в ближайшее время будут выходить вторая и третья части. Всем удачи, берегите себя. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok